Всем привет! Вы на канале Разгоняем Алкопоезд и, как вы поняли, это влог. И сегодня я буду говорить не про Новый год, а то, что случится уже непосредственно после него. Речь пойдет о повышении минимальной стоимости крепкого алкоголя. Данная тема, естественно, не нова, потому что, ну что у нас вообще, в принципе, дешевеет? Да ничего у нас не дешевеет, а тем более после Нового года. Ну вот, я ждал, когда появится пруф, наконец-то выложили официальный документ, и теперь у нас, значит, я специально себе это выписал, чтобы не запутать вас. Итак, водка теперь с 1 января будет стоить 230 рублей, стоила 215, ну это минималка. То есть, ниже этого порога купить ничего нельзя. Но, опять же, регионы вправе самостоятельно эту планку менять, но менять только в большую сторону, поэтому у кого-то могут быть еще и совершенно другие сюрпризы. Опять же, за повышение вот этих вот минимальных цен выступили водочные производители. Объединение водочных производителей летом выдало плачь Ярославну о том, как им плохо живется, о том, как подорожало сырье, и срочно-срочно нужно ценники поднимать. Хотя, статистика говорит о том, что у нас доля легального алкоголя с каждым годом растет и растет, поэтому ребятушки не бедствуют. Но, опять же, человеческая жадность у нас не знает границ. Идем дальше. Брэнди. Теперь минималочка на бренде. 315 было, 307. И больше всего попадают у нас любители коньячка, потому что теперь минималка на коньяк стала 433 рубля, а было 388. То есть, 45 рублей они так сверху за шиворот накинули. То есть, почти полтос. Я считаю, что это очень много. Я считаю, что это очень много. И тут, как скажем так, была еще альтернативная концепция, когда хотели повысить до 488 ценник на коньяк. Здесь уже выступали представители Дербенского завода, которая, ну, там жадность, видимо, вообще неуемная. Опять же, людям нужно срочно было поменять машину, может быть, купить там второй, третий Боин. Ну, как-то так. В общем, вы поняли. С 1 января ценник за пол-литру крепкого алкоголя вырастет достаточно существенно. Особенно существенно будет для тех, допустим, у кого там в январе какая-нибудь свадьба будет или там какой-то юбилей. Поэтому лучше не разотариваться вот прямо сейчас, чтобы, по крайней мере, там за ту же водку, там, пятнашку не переплачивать или за коньяк почти полтинник. Это все-таки деньги. Это деньги серьезные, особенно в пересчете, если вы там будете брать несколько ящиков. Поэтому задумайтесь. Мне еще эта ситуация не нравится прежде всего тем, что с каждым годом у нас именно вот этот вот ценник вырастает все значительнее и значительнее. Если год назад повысили всего на 10 рублей за 0,5, час уже 15, что будет, опять же, извините, через год страшно даже представить, потому что могут накинуть и 30 и более. Особенно вот пример коньяка показывает, что здесь самодурство не знает пределов и границ. Ну что, вот такие вот нерадостные у меня новости. Поэтому давайте прощаться. Всем пока и до скорого.